Эти маленькие животные словные сказки. Игривые, преданные и умные. И все на подбор с голубыми глазами. Руководством конно-спортивного клуба Созидатель было принято решение разводить эту уникальную породу американских миниатюрных лошадей только с таким цветом глаз. Так сказать, своя отличительная черта. Хотя неповторимость у этой породы животных и так хватает с лихой. Их рост не превышает 86 сантиметров в холке, самой верхней точке спины. При этом они сохраняют все основные внешние черты, присущие обычной лошади. А вот характер, помимо преданности, выделяется особым, спокойным и дружелюбным нравом. История их появления началась относительно недавно. В 1978 году в США была учреждена Ассоциация заводчиков американских миниатюрных лошадей. Сегодня эта порода считается одной из самых молодых и перспективно развивающихся в мире. Этим направлением будем заниматься, поддерживать. Но и только ради того, чтобы наши дети могли получать удовлетворение в общении с лошадками такого класса. Ну и, соответственно, проводить соревнования в этом классе с миниатюрными лошадками. Ну и, соответственно, повышать свой определенный уровень. Чтобы добиться высоких результатов, сотрудникам клуба приходится учиться заново. И это несмотря на годы работы с лошадьми. Суть в том, что ничего подобного в России практически нет. Миниатюрные лошади хоть и схожи с большими братьями, но все же это своя, особая порода, которые требуют к себе иного отношения. Созидатели мини-лошади появились всего год назад. За это время руководство клуба успело посетить выставки и принять участие на соревнованиях, в том числе и за границей. Опираясь на полученный опыт, конно-спортивный клуб организовал первый в России открытый шоу-чемпионат по американским миниатюрным лошадям, прошедший в рамках международного фестиваля «Конная Россия-2015», в котором приняли участие спортсмены всех возрастов и различного уровня подготовки. Программа мероприятия была разделена на два дня. Сначала для участников чемпионата провел обучающий мастер-класс и тренинг по уходу с лошадками судья международной категории Элли Вастерлакин. Второй день чемпионата состоял из соревновательного процесса. Помимо стандартного набора состязаний, организаторы турнира добавили в него свои новшества. Впервые в России мы провели все дисциплины, которые вообще есть с этой породой. И конкур, аджилити, драйвинг, либерти и костюмированные классы. Помимо рингов, где оценивается экстериор лошади. В костюмированный классе добавили, мы обсудили это с судьей Элли. Спросили, можем ли мы добавить там дрессировку. Он сказал, это здорово, давайте попробуем. И ему очень понравилось, потому что наши дети оделись, помимо того, что себя одели в костюм, лошадь одели в костюм и продемонстрировали дрессировку. Кто-то повал сделал, кто-то свечку, кто-то посидел с лошадью. И в общем это было под музыку, каждый брал свою музыку и зрители были довольны. По окончанию чемпионата Элли Вастерлакен отметил хорошую подготовку спортсменов, а выступление в национальных костюмах для него стало настоящей фантастикой. Элли Вастерлакен является официальным старшим судьей Ассоциации американской миниатюрной лошади и один из трех иностранных судей, аккредитованных ассоциацией и получивших право судить официальный шоу по всему миру. Особое внимание почетный гость обратил на воспитанников КСК «Созидатель». Их рвение к знаниям не прошло бесследно. И уже на следующий день Вастерлакен посетил клуб и рассказал руководству о тонкостях в разведении этой породы. Я видел очень много конных клубов и племенных хозяйств. И хочу сказать, что для частного клуба это просто потрясающее место. Многие американские клубы и владельцы ферм могли бы только мечтать увидеть что-то подобное. И это безусловно большая заслуга Елены и Евгении Серегина. Потому что здесь все спланировано и организовано великолепно. И я уверен, в скором будущем русские лошади будут конкурировать и занимать лучшие места на мировых шоу и классах показа. Здесь огромный потенциал. И я уверен, что сейчас дан старт большому движению вперед. И через несколько лет этот клуб, КСК «Созидатель», проведет чемпионат Европы по миниатюрным лошадям. И у вас все для этого есть. Теперь современное веяние развитых мировых стран дошло и до России. В «Созидатель» уже 20 лошадок. Все поголовье фермы импортировано из США и стран Европы. При этом две лошадки уже родились в нашем государстве. Каждая из лошадей обучена дрессировке, что является доказательством великолепного ума и желания контактировать с людьми, особенно с детьми. Отдельное внимание в клубе уделяют родословные лошади. Помимо идеального внешнего вида важна и редкая масть. Допустим, отец лошади по кличке Иники является чемпионом мира, а сам жеребец – резервный чемпион мира. На прошедшем шоу он занял первое место среди жеребцов старшего возраста. Гордость клуба двухлетняя годовая лошадь по кличке Ангел – кобыла редкой масти, которая же успела выиграть соревнования в классе Либерти не только на родине в США, но и в России, покорив своими выдающимися движениями судей открытого шоу-чемпионата. Вообще эти животные буквально излучают тепло и добро, а благодаря миниатюрному размеру дети влюбляются в лошадок с первого взгляда. В клубе рады этому фактору и специально для ребятишек проводят показательные выступления и открыто демонстрируют сказочных животных. Вообще миниатюрные лошади очень преданы человеку и легко поддаются дрессировке. А само обучение напоминает скорее игру, чем изнурительные тренировки, ведь их отличительная особенность от тех же пони – это полное отсутствие агрессии. И вот сколько времени понадобилось, чтобы научиться? Чтобы научить его лежать, мне понадобился один день. По словам Кристины, самое главное, чтобы животное привыкло к человеку. А дальше лошадь чуть ли не сама самостоятельно начнет показывать новые трюки и движения. Вот мне хватило всего пару секунд, чтобы добиться положительного результата в дрессировке. Миниатюрная лошадь подается намного легче дрессировке, потому что сама по себе, по размерам она меньше, чем большая лошадь. И даже чему-то ее показать, что-то сделать, чтобы она что-то сделала, намного проще, чем большую лошадь заставить. Одни более добрые, более быстрее поддаются дрессировке, другие более упрямые. Но все равно, в конце концов, они подадутся. Стоит отметить, что во всем мире, помимо развлекательной и досуговой части, мини-лошади активно используются в социальной сфере, допустим, в роли повыдарей. Незаменимы они и в работе с детьми с ограниченными возможностями. Маленькие дети не видят в лошадках угрозы, и поэтому с легкостью идут с ними на контакт. При помощи животных лечат детей с ДЦП, аутизмом, нервозами и другими серьезными заболеваниями. А также, благодаря их неприхотливости, вот такую мини-лошадку можно поселить у себя на даче. И каждый день оказываться словно в сказке. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал Откари.